Выпускник школы номер 8 Дмитрий Сенченко уверенно выполняет разборку и сборку автомата. Военной тематикой юноша увлекается с самого детства. С выбором жизненного пути молодой человек определился давно. Так же, как и его отец, дед и прадед, он планирует посвятить себя служению Отечеству. Не останавливаться и в дальнейшем развиваться. Тоже надо принимать участие в таких играх, потому что, прежде всего, это воспитывает патриотизм сейчас. В этот раз военный тренинг для юно-армейцев включал в себя несколько этапов. Команды, состоящие из 10 человек, показывали знания основ тактической медицины, сдавали нормативы по основам защиты от оружия массового поражения, а также строевой и огневой подготовки. Большинство участников в военных соревнованиях не новички. Здесь в основном сейчас присутствуют юно-армейцы, прошедшие тренинги, семинары 2017-2018 и приступили, так сказать, уже к серьезной, допризывной подготовке. Имея определенные, пока еще определенные умения. По словам участников, к соревнованиям готовились заблаговременно. В теории на практике изучали в школах основу военного дела. Активное участие в проведении слаживаний приняли военнослужащие 2-й Красногвардейской Краснознаменной Таманской мотострелковой дивизии. Наставники дали высокую оценку уровня подготовки ребят. Сегодня я увидел, как ребята продемонстрировали хороший уровень физической подготовки. Также слаженная команда, в коллективе умеют работать. Нормативы выполняют на отлично. То время, которое было задано, они все справлялись с этим временем. Поэтому оценку могу просто только всем отлично поставить. Юно-армейское движение активно набирает обороты по всему Одинцовскому району. Так, подобные военные слаживания уже прошли в Кубинке и Никольском. А в ноябре голицынские школьники покажут знания основ военного дела.